Есть в мире удивительные города-крепости. Стены, окружающие их, сложены не из тяжелых каменных глыб, но крепкие и надежные, как скалы. Белоснежные, чистые, сияющие в веках и невидимые простому глазу. Эти стены сложены из судеб людей, которые жили для родного города, вкладывали в него свои души, труды, таланты и сердца. И строили, тянули вверх, блок за блоком, эти невидимые, но прочные бастионы. За двести с лишним лет в Севастопольскую крепость, камню-камень, встали судьбы и жизни сотен тысяч людей. Чьи-то имена золотыми буквами вписаны в летописи, а кто-то навсегда остался безымянным героем, тружеником, строителем Севастополя. Адмиралы и ремесленники, художники и рабочие, мужчины и женщины – эти люди были такими разными, но все они одинаково любили белый город над Черным морем. Любили так, что и после своего ухода остались его верными хранителями, крепкими и надежными камнями в его вечных оборонительных стенах. Если Бог есть, то я ему просто благодарен за то, что такую судьбу мне сделали. А если это судьба, и так сказать, я вытащил счастливую карту, так я просто удачник. Я себе другой судьбы не представляю, честное слово. Я так люблю Севастополь, что просто я счастлив сейчас еще от того, что у меня уже второе поколение самых таких законных Севастополь. Дочки здесь родились. Я-то по духу себя считаю Севастопольцем, а тебе теперь по рождению. А эти малявки у меня выросли. Я у них буду воспитывать этот дух Севастополя. С неодневниками Севастополя. Никогда. Здоровья вам, счастья и праздникам. Удавятся эти политики, они приходят и уходят. Мы остаемся, Севастополь остается. Севастополь. Которого призвали служить на Черноморский флот. Начало биографии обыкновенное, такое же, как и у всех. Родился в Кривом Роге, в семье инженера-шахтера. Затем учился в Линграде, в высшем художественном училище. Потом получилось так, что ушел оттуда. Учился в Одессе, в художественном училище. Оттуда был призван на флот. И вот, собственно, уже интересная такая биография, творческая, началась здесь, в Севастополе. Но это было не просто начало творческой биографии. Это был ошеломительный взлет. И первый честный, крепкий камень, вытесанный мастером чижом для стен Севастопольской крепости. Он был очень тяжел, этот камень. Молодой матрос сумел выиграть большой конкурс на лучший памятник для братской могилы экипажа линкора «Новороссийск», героически погибшего вместе с кораблем в мирное время в Севастопольской бухте 29 октября 1955 года. В этой катастрофе погибло 657 моряков. Их не смогли спасти из перевернутого взрывом линкора. И первое, что увидел матрос Чиж, прибывший на флот, – это днище огромного корабля, страшное и молчаливо возвышавшееся над гладью Севастопольской бухты. Он впустил эту трагедию в свою душу и придумал вместе с архитектором Фоминым тяжелый монумент, реквием морякам, боровшимся со смертью до последнего вздоха. Это действительно нужно было необыкновенно подойти к этому. Замысел наш состоял в том, что мы сделали гробницу, мавзолей, вот на этом проекте это видно, который опоясан рельефами, изображающими борьбу за живучесть корабля. Нужно было не повторяться в этих эпизодах. Там около 40 фигур. Каждой фигуре нужно было дать свое движение, вдохнуть свою жизнь, сделать ее и героическое, и драматическое, и трагическое. Все вместе там соединилось в этих рельефах. Мне кажется, что он в принципе выбрал очень правильный и интересный ход. Что он в этих рельефах, самое главное, отразил не гибель корабля, а борьбу за жизнь, вот выживаемость. Это, скорее всего, мне так кажется, для него это было очень-очень близко. И по возрасту, и потому что он служил на флоте. И, наверное, это вот дало какое-то начало, толчок к развитию вот этой любви к морю, к флоту. Наверное, так. Эта первая севастопольская работа мастера потребовала отчижа не только невероятных душевных сил, но и просто человеческой жизни. Так случилось, что памятник новороссийцам не отпускал мастера почти 40 лет. Ведь сначала монумент открыли без литых рельефов моряков, погибающих в отсеках корабля. Спешили увековечить этот подвиг. А после того, как немного улеглась боль страшной севастопольской трагедии, партийное руководство страны и флота предпочло поменьше говорить о ней. Аж через 40 лет отец все-таки, как говорится, добился, боролся за тот первый проект, который, в общем-то, уже был им разработан вместе с архитектором, чтобы все-таки эти рельефы появились на памятнике. И что интересно, я вот сравниваю те работы по фотографиям, безусловно, те барельефы, которые были сделаны и мальчиком 20-летним, и потом уже через более чем 40 лет он фактически не изменил композицию. И не утерялась вот эта вот острота в самих этих образах. И только 29 октября 1995 года, в очередную годовщину гибели линкора Новороссийск, памятник отпустил своего уже постаревшего создателя. В 10 часов утра бывший севастопольский матрос, уже народный художник Станислав Чиж, вышел с друзьями из мастерской и отправился второй раз открывать тот самый свой первый камень, уложенный в стену севастопольской крепости. Почетное право открыть памятник морякам, матросам, старшинам, мячмонам и офицерам линкора Новороссийск предоставляется первым заместителем командующим просознанным Черноморским флотом вице-адмиралу Сучкову Геннадию Александровичу и председателю Совета ветеранов, капитану 2-го ранга отставки Векову Юлию Георгиевичу. Милый! Такое вот формирование его чувств к этому городу, это, может быть, почувствовал этот патриотизм, может быть, особый дух этого города. Наверное, так. Ну, как, наверное, многие, которые попадают в Севастополь, конечно, чувствуют что-то особенное. А возможно, Севастополь так потянул к себе молодого скульптора Чижа, потому что уже был заложен в нем на уровне памяти крови. Севастополь звал, настойчиво звал мастера, из глубин души, где хранился образ деда, который знал и любил величественный белый город. Благодаря тому, что сохранились и письма, и фотографии, да, в семьях наших дедушек-бабушек, естественно, так сказать, и появилась, ну, как бы потянулась вот эта вот ниточка. Вот этот портрет его деда, он помнит с самого детства, поскольку он находился у них в доме, всегда висел на видном месте. А потом уже где-то, ну, так сказать, в документах и в письмах была найдена вот эта вот фотография его же деда, значит, Франц Сергей Франциск, это, ну, вот как бы вот его было такое вот сложное имя, который был в Севастополе. Он закончил обучение военного фельдшера. Это наш прадед, папин дед. И был направлен в Севастополь. Не совсем мы понимаем, что мне очень хотелось бы, конечно, это узнать. То ли преподавал он в нашем севастопольском училище, медицинском училище, то ли как-то восстанавливал, строил, организовывал какие-то работы. И это приблизительно 1900 год. Вот он был в Севастополе. Наверное, все эти предыдущие поколения и оставили в наследство человеку с легкой фамилией Чиж такой стальной стержень, который держал его всю жизнь до последних минут. Ведь непростая судьба была не только у памятника новороссийцам. Биться за свои работы на протяжении всей жизни Чижу приходилось неоднократно. В это сложно поверить, глядя сегодня на все творения рук скульптора и оценивая его каменную летопись. Памятники подпольщикам, подводникам, комсомольцам. Севастополь всегда считал его гением и своей гордостью. Мастером, которому благоволили и судьба, и, наверное, власть. А на деле ему частенько приходилось доказывать, пробивать, преодолевать. В самом начале творческой жизни я на все оставшееся время понял, свои работы нужно не только лепить, формовать, но и отстаивать. За них нужно бороться. И бороться настойчиво, не отступая. Так писал уже умудренный годами севастопольский мастер Чиж. Целых пять лет делался. Было создано 13 вариантов. И вот, наконец, это кристаллизовалось. Вот такую трехфигурную, ну, идеальную композицию. Солдат, матрос и девушка-санитарка. Вылеплена она была, значит, в 61-м году. Но, к сожалению, целых два года решался вопрос по поводу отливки. Начали отливать фигуру матроса. Частично был отлит солдат, вот винтовка солдата, руки солдата были отлиты. И в это время вышло постановление еще Никиты Сергеевича Хрущева об экономии бронзы и так далее. И все замерло. И работа на самом деле была очень тяжелая, потому что не хватало денег. Государство не давало это народный памятник. Собирали деньги комсомольцы Севастополя за счет своих каких-то сбережений, благодаря сбору макулатуры, металлолома. Более того, действительно была какая-то лотерея еще. Была организована лотерея спортивная. Противозаконно при том, когда об этом узнали, чуть до уголовных дел не дошло. Организовали лотерею для того, чтобы собрать вот эти вот деньги. Но собранных денег на бронзу не хватило. Изготовление памятника, впоследствии ставшего одной из самых узнаваемых визитных карточек Севастополя, остановилось на полтора года. Поразительно, ведь этот памятник – посвящение мужеству, стойкости и верности комсомольской. Так на нем и начертано. И комсомол в газетных передовицах тогда называли верным помощником партии. А денег не было. Но выход нашли. Комсомол решился. Предложили это из Центрального комитета комсомола. А давайте мы памятник выполним из пластических масс. И вот этот оргстекло, так называемое, в быту, или полиметилметокрилат, крепкое довольно. Стоит памятник, пока, так сказать, дефектов не обнаружили. Решились и отлили. Да, бронзовые комсомольцы, тяжелый внушительный памятник, на самом деле выполнен из пластмассы. В начале 60-х годов это была совсем новая технология, эксперимент. И Чиж, впервые делавший такую серьезную работу, изрядно намаялся, о чем писал из Киева своей жене Светлане. Модель нам еще собирать дня три-четыре. Проклинаю формовщика Сергея всеми словами. Нет ни одной детали, совпадающей точно. То шов в два пальца, то ступенька, то прокручена так, что не знаешь, к чему приступиться. Ничего не поделаешь, придется дорезать, добавлять, доделывать. Только теперь я понимаю, какое трудное дело сделать памятник, доведя его до конца. Как точно все должно быть сработано, технично, и сколько же всяких работников участвует в нем. И 29 октября 1963 года город, наконец, увидел памятник мужеству, стойкости и верности Комсомольской. И безоговорочно и окончательно принял, сделал своей частичкой его автора, молодого скульптора с веселой фамилией Чиж. Ему было всего 28 лет. Впереди вся жизнь и годы творчества для Севастополя, ставшего таким родным и любимым. Вспомнить, как он делал памятник комсомольцам. Это было щитовое помещение электрощитовой. И для того, чтобы видеть объем, видеть форму, им приходилось на тележках, на специальных тележках, на рельсовых, выкатывать эту огромную скульптуру трехфигурную. Да, у автора уже двух знаковых севастопольских памятников просто не было мастерской. А из маленького помещения, в бывшем общественном туалете на историческом бульваре, Чижа попросили вон еще до работы над комсомольцами. Папка, вот лишился я мастерской. Настроение чемоданное, так как станки и все хозяйство мастерской, свалено в один угол. Эскизы делаю дома. Горком партии помог только тем, что меня не сразу выкинули на улицу. Бегаю по управлениям, ищу помещение. Но разве найдешь что-нибудь порядочное? Все предложения сводятся к подвалам, или сырым, или темным. А ты говоришь, главный скульптор. Это одна видимость. Сам не добьешься, никто тебе не поможет. На улице, конечно, не останусь, буду еще искать. А со временем построю свою. И она, наконец, появилась. Его маленькая творческая крепость на Тихой Севастопольской улочке. Володарского, 21. Стены именно этого домика на всю оставшуюся жизнь мастера стали колыбелью, где рождалась каменная летопись Севастополя. Магазин, это магазин, вот он, с 46-го года. Потом тут сделали конфетную фабрику. Потом райпищетор сделал здесь общежитие. И в 63-м году, кто меня гоняли, гоняли, у меня побилось столько работ, пропало все. И уже, значит, я перед городом ставлю как раз памятникам самостоятельно. В конце концов, ну дайте какое-то помещение, место. Это все губится, я же работать должен. И мы с Владимиром Борисовичем, мы с ним переехали сюда 16 августа 63-го года. Развалили тут все эти перегородки. И вот с того года мы живем. А я здесь, извините за жаль, с вышунутым языком бегал по городу, не знал, кому сметочку несчастную. На 8 тысяч рублей, значит, на ремонт шипил. Надо помочь. Страшно. Через три дня тут береги, красили, и отопление. Нашли тут точку, где подключиться. Все, и новая жизнь. Так мы зимой с открытыми дверями тут вообще работали. Такая была... Ну и сейчас как повезло. А сейчас пока ничего нет. Он человек, который не выставлял себя перед другими. Понимаете? К нему приходил мичман. Помнишь его, который чаще всего приходил? И приходил адмирал. И они становились на одном уровне. Никто никого каким-то образом не притеснял. Значит, если садились за стол, там, вытевали. Ну, я не поэтому, что... Одни те же чувства были. Понимаете? Не было так, что там этот принес коньяк, а другой принес шило, как говорят. Шило, вы знаете, что такое. Эту мастерскую знал весь Севастополь. Она была так же открыта и светла, как сердце и душа ее хозяина. Но при такой кажущейся открытости здесь никогда не было случайных людей. Как вам сказать? Ну, сказать, что добродушный, да, но не только это. Ну, был какой-то стержень, который не тасувал людей, а жил с ними, причем со своей гордостью. Здесь одного мужика выгнали. Крупный, я не помню, то ли с горсовета он был, то еще что-нибудь. Пришел сюда, здесь собирались люди. Ну, и Григорий Михайлович, он здесь присутствовал. Начали рассуждать о чем-то. Он уже пришел, ну, может быть, чуть-чуть под этим делом. Но он начал управлять. Чиж говорит, вы знаете, я знаю только одно место для таких людей. Вот эта дверь, она еще открыта. Тот сказал, я вам покажу. Он говорит, это мы вам покажем. Ну, как это можно слепить? Как это можно объяснить? Чиж выстроил еще одну крепость. Круг самых близких и верных друзей. Он был небольшим, но состоял только из тех людей, которые понимали друг друга с полуслова и даже молча. А еще их объединяла любовь к Севастополю и стремление жить для белого города, работать для него, хранить чистоту его души и его славу. Поэт Григорий Пожинян, писатель Геннадий Черкашин, архитектор Адольф Шеффер, журналист Борис Гельман и скульптор Станислав Чиж. Когда со Станиславом совершенно неожиданно получилась эта трагедия, то я, по сути дела, потерял все. Я потерял близкого человека, творчески близкого человека. Мы к нему заходили так запросто. Художники, поэты, барды. Мы туда приходили, это был объединяющий нас дом. Я при жизни уже знал, что он гений. А я ему сказал, как-то, ты стал гений. Уже давно встали надежными камнями в стены Севастопольской крепости суровый и веселый моряк-поэт Григорий Пожинян и светлый романтик, писатель Геннадий Черкашин. Ушел тонкий и умный, талантливый архитектор Адольф Шеффер, с которым Чиж сотворил столько работ. Ушел Чиж. Из всей пятерки остался Борис Гельман, журналист, публицист, севастополец. Вот последние дни, когда Шеффер болел, я был почти каждый день у него. Понимаете? Там свои были отношения, там и все такое прочее. Вот. Он говорил только о том, времени, когда они были с Чижовым, что они делали. Он-то вспоминал. А вот здесь мы сделали так. А вот Стас, наверное, бы сказал, что надо вот так сделать. За нас, за знакомство. Что мы есть, что мы в Севастополе, что мы в нашем родном, в Лоцком Севастополе, в том, который вот таким есть, таким был и таким будет всегда. И никто на него никакую лапу не наложит и никакие зубцы, трезубцы и прочее, прочее. Я приехал сюда. Я приехал. Я живу в этом городе. Я его люблю. Я знаю. Я думаю по-русски, потому что я... Ну, мы что-то знаем на этом языке. Да мысли говорите на украинском языке. Но ты люби этот город и не претенди на что. Любимый, не знаю, что и думать. Ты обещал 20-го узнать все и телеграфировать результат. Вот уже прошло 20-е число, а телеграммы нет. Может, ты очень занят, родной, или неприятности из-за твоего отъезда в Евпаторию? Может быть, в школе места нет, а ты не хочешь меня расстраивать? Меня это все страшно беспокоит. Я вчера, любимый, чуть с ума не сошла. Я не могу больше жить в этой ужасной Одессе. Я хочу к тебе, родной. Мне с тобой легче делить трудности. Пиши обо всем подробно и как можно скорее. Не то я совсем тронусь. Вот и сейчас я мечусь. Еще утро, 11 часов, а я уже как пружина. Думаю о тебе все время. Даже представляю себе, что ты делаешь. Иду с тобой по аллее, возле панорамы, подхожу к домику. Вхожу. Открываю окна. Ты работаешь, а я читаю. Ты ведь так привык со мной работать. Правда? Я ужасно сильно хочу к тебе. Целую всего. Только твоя, Зулька. Она бросила ради него Одесскую консерваторию, отказавшись от блестящей карьеры оперной певицы, которую ей пророчили. Она стала крепчайшим камнем в основании его собственной, самой близкой, самой личной крепости. Красавица с удивительными чертами лица и завораживающим голосом. Его Светлана. Его Зулька. Он встретил ее в Одессе, еще будучи студентом. Встретил, чтобы провести вместе всю жизнь. Когда они расписались, и папа уже матросом, так сказать, женатым пришел сюда и тосковал по ней, она по нему, и у нее как раз таки было окончание музыкального училища, а у него здесь уже и служба, и уже какая-то там работа началась. Они чуть ли не каждый день писали друг другу письма о той тоске, которую они испытывают друг другу. За, по друг другу. Когда уже мама поступила в консерваторию в 55-м году, то через два месяца я буквально на днях нашла документ, на котором написано, в котором написано, что спустя два месяца после поступления ее отчисляют из консерватории, Одесской консерватории. Туда поступить было, конечно же, сложно. В связи с отъездом из Одессы. То есть все, она уже ехала сюда, она уже не могла без него. Светлана долго и тщательно выстраивала их семейную оборонительную стену. О каждом успехе своего стаха, обо всех его заботах, победах или печалях, она писала длинные письма его родителям. Скиталась с ним по съемным маленьким квартиркам, терпела вместе со своим мужем то безденежье, то бытовые тяготы, растила дочерей, работала и сотворяла свет и покой ради любимого и его работы. Настоящая жена мастера. Только звали ее не Маргарита, а Светлана. Вот говорят, что патроны подносила. Мать была тем человеком, которая раствор месила. Отец вкладывал вот эти вот камушки за счет своих работ, потому что уже начал быть востребованным. А мама первые публикации в газетах, там, где он еще матрос урезал, отсылал родителям. И вот это уже было начало создания ею архива. Она же безумно им гордилась и была, видимо, ну, той вот редкой женщиной, которая своим восхищением, своими похвалами его, наверное, формировала и подталкивала на, как говорится, на будущие подвиги. Мамуля, родная, спасибо тебе за письма. Сразу два. Они меня очень отогревают. Удивляюсь, почему я до сих пор не хныкаю и не сорвался. Вот уже три недели прошло в ежедневной работе. День похож на день. Вот такие солнышко, мои дела. Завтра в пятницу попробую тебе позвонить. Но так там неприятно разговаривать. Слышимость, как на рынке. Да еще на всех языках, разных делах и на слуху у всех. О Яночкином приезде. Пусть Яна готовится. Думаю, деньков в пять ей вполне хватит и на магазины, и на всякие выставки. Потом вместе и улетим домой. Домой. У вас слово-то какое. Вроде я как в экспедиции. Снитесь вы мне часто, особенно ты, Светлана. Видимо, думаете о вашем папке. И я о вас думаю. О самых родных, дорогих и любимых. Скучаю. Ваш. У них очень трепетное отношение было друг к другу. кто-то очень точно заметил, что по работам Чижа можно изучать историю Севастополя. Действительно, это такая каменная летопись, в которой запечатлены герои всех эпох становления, жизни и борьбы за существование Белой крепости над Черным морем. Вот герои первой обороны Севастополя. В белоснежном мраморе смотрят на нас создание знаменитой панорамы. В 70-м году руководство музея решило восстановить 13 бюстов, стоявших когда-то в нишах круглого здания и разрушенных во время второй обороны города. Чиж работал над четырьмя. Это бюсты матросов Кошки и Игнатия Шевченко, генерала Хрулева и штаб с капитана Мельникова. Для некоторых бюстов пришлось просто готовить литературный материал. Ну, Игнатия Шевченко. По нему никаких материалов не существовало. Но были описания, какого он был. Вот по литературному образу, собственно говоря, я лепил бюст Игнатия Шевченко. А вот по матросу Кошки это знаменитый Тимовский рисунок. Вот такой хитроватый, интересный, храбрый такой мужичок. Вот таким я его пытался сделать. Получая какую-то работу, вот насколько я за ним наблюдала всегда, во-первых, он очень досконально изучал сам материал. Он пытался почувствовать, если это портретная какая-то работа, почувствовать человека. Хотя бы даже по фотографиям, побольше о нем прочесть, побольше о нем узнать, понять этот образ. Глубокая история Севастополя я возвращался и работал долго, и мне кажется, не без интереса. Это работа над памятником, бюстом памятника Ушакову. Известно, что об Ушакове не существует настоящего иконографического материала. Это был такой медальон, мы знаем, он стоит там с подзорной трубой, ведь это было сделано в мастерских графа Шереметьева годовщине победы войны 12-го года с опозданием после смерти уже Ушакова. Он был скуластый, крепкий мужчина, огромного роста, у него почти метр девяносто был рост, довольно крепкого сложения, и мне казалось, что вот таким он и должен быть. И, ну, искал прообраз и лепил с натуры. Вот попался мне такой по рекомендациям офицер Науменков, у меня есть этюд с него, вот тоже это повлияло, значит, такой характер находил мужественно сильного, крепкого человека, адмирала, который столько побед принес нашему флоту. В 1963 году Чиж создал памятник, который до конца жизни считал одним из лучших в своем творчестве. Монументальная стена борцам севастопольского подполья это памятник озарения. Далеко не каждому дано испытать такое в своей жизни. Образ, вдруг ярко вспыхнувший в сознании, переведенный в суровый севастопольский камень. Он родился так спонтанно и сразу, и это очень, так сказать, большая художническая удача, и то, что камень такой подобран, назреват, и это все тоже работает. Сразу думалось, я говорю, что он почти за ночь родился этот памятник, идея его. Я мучительно ходил с этим вопросом, как решить подпольщика, что это такое? Это не партизаны, которые взрывают поезда, подкладывают мины и так далее. Это люди с другим оружием, идеологическим. А какое оно, это оружие? Что они делают? Они несут народу правду, так сказать, и поднимают дух у людей. Ну, через листовки, наверное, потому что печатных изданий не может быть. Вот так цеплялась одна мысль за другую. Раз листовки, то их не ходили, развешивали, как у нас эти женщины развешивают с помощью кистей намазывают на тумбы на эти. Значит, это что-то быстро наклеили и уже уходит в другое место прячется. И вот это сразу пришла эта идея человек, прячущийся у стены, проливнувший к стене и оставивший на стене уже листовку. Вот так вот родился. Ну, и для того, чтобы Стеллу как-то тоже заполнить не только одной надписью борцам под поле, а что-то появилось желание поставить знамя, склоненное, так сказать, перед мужеством этих людей. Вот знамя тоже нарисовал под утро уже, не из головы, а сорвал простыню, швабру поставил, навесил. Получились эти тяжелые складки такого знамени. «Музыка» «Музыка» И город уже знал Чижа как своего мастера. И севастопольцы с детства живущие в окружении самой истории безоговорочно приняли скульптора и его работы. Поэтому никому и в голову не могло прийти, что этому, как все считали, любимцу судьбы и человеку, уважаемому властью, зачастую, оказывается, приходилось бороться и воевать за право творить. Сегодня это кажется абсурдом, но тем не менее. Светлана Чиж писала родителям мужа. В субботу неделя, как Стасик в отъезде. Поехал он в Челябинск за мрамором для бюстов на панораму вместе с Иваном Степановичем. А до отъезда были бои. Если хотите, Курская дуга или Сталинградская битва в масштабах худфонда Крыма. А современнее – Хиросима. На поверхность всплыло все, что плавает – тупость, зависть, неблагодарность. Предвыборная горячка в Союзе художников Крыма. Жрали всех, кто непримирим с недостатками и бездарностью. Увы, талант – редкость, чаще встречается серость. А если серость в искусстве поддерживается серостью партийной – это уже стена. Пусть гнилая, но все-таки стена. И только само искусство может пробить ее. Слопали чижа в областном и городском масштабе при поддержке гиганта русской мысли второго секретаря горкома партии Иванова – образец ограниченности, тупоумия и мещанства. За время перевыборов Стах осунулся, резко плохо себя почувствовал, осип голос. У него это первый признак нервного потрясения. Появилась температура. А тут – командировка в Челябинск. Может быть, это и к лучшему отойдет в деле, вдали от всей этой грязи и швали. Вот, дорогие, в каком котле пришлось повариться эти два с лишним месяца. Покою не было нигде. Там действительно все, что касалось художественно-производственных мастерских, а впоследствии уже союза художников, там пробивался через тернии к звездам. Во-первых, это советские времена. Тогда он вынужден был окончить университет марксизма-ленинизма. Это вступление в партию. Это нужно было, это необходимо было сделать. И ему нужно было себя зарекомендовать, что он не просто там какой-то партийный человек. Как казалось, время требовало. Время требовало, да. А, естественно, была серость не только партийная, а люди, которые, ну, я не знаю, там, подмастерье, могли ему там какие-то замечания делать. То есть непонятно на каких основаниях. 17 лет жизни Чиж отдал этому городу. Все лучшее души своей, рук и мозга он посвятил ему. По какому праву люди, сами по себе ничего не значащие, позволяют себе возводить всяческую клевету на Чижа, грязнить его и укорачивать ему жизнь. И как так получается, что во всей этой ситуации городские власти не могут защитить человека, которого они столько лет знают. А он продолжал работать и творить. Вот взметнулся в голубое севастопольское небо над высоким мысом Хрустальным обелиск Штык и Парус. Его придумали и воплотили в жизнь два старых друга скульптор Чиж и архитектор Шеффер. Золотыми буквами на обелиске начертаны строки из указа о присвоении Севастополю звания города-героя. Обелиск дополнили три рельефа, символизирующие оборону города, его освобождение и подпольную борьбу, которую ввели несломленные севастопольцы и после оставления города советскими войсками в июле 42-го. А вот встал в граните и чеканной меди памятник героям-подводникам. Его открывали зимой, в мороз и ветер. Поверх воды в бассейне, где установили монумент, плавала ледяная каша. Полотно, закрывавшее застывшие на рубке подводной лодки фигуры командира и сигнальщика, не смогли снять с первого раза. И в холодную воду бросился молодой паренек-матрос открывать памятник знаменитого севастопольского скульптора. Его работы узнали не только Севастополь и Крым. Памятники, родившиеся в маленькой мастерской на тихой тенистой улочке Володарского, стоят теперь в городах огромной России, в Болгарии, в Тунисской безерте, последнем причале русской эскадры, покинувшей в 20-м году родной Севастополь. Я считаю себя счастливым человеком, во-первых, потому что я все время работаю творчески, все свои годы. И родилось немало работ в Севастополе. А то, что я в Севастополе, это огромное счастье. Я, надо так сформулировать, наверное, где-то я слышал, что попал в нужное время и в нужное место. Молю Бога, пусть он даст мне еще 10 лет жизни, только творческой жизни, никакой. Только творческой. Я не похож на пенсионера, который будет ходить потихоньку и дышать воздухом горя. Нет. Я дышу воздухом мастерской. И в дикие 90-е, когда у людей творческих профессий ничего не оставалось, кроме мысли о том, как заработать на кусок хлеба, прокормить семью и выжить, у чужа появилась мечта. Он задумал памятник основательнице Севастополя. Женщине, которую, по сути, надо признать краеугольным камнем в основании невидимой, но мощной оборонительной стены, хранящей великий белый город-крепость. Памятник Екатерине Великой, ставшей, как оказалось, венцом и триумфом его творчества. Ну, как можно было в 90-е годы к этому подойти, вообще вслух сказать об этом. Но потихоньку вслух-то и начали говорить. И, естественно, с архитектором Григорианцем, собственно говоря, как-то это все родилось вот в такой вот образ. И первый макет был уже сделан. Это 95-96 год. Вот мы сделали это предложение и опубликовали. Появились первые добровольцы, лейтенант, Кравцов Юрий Михайлович Первый. Это хозяин пароходства нашего, который уходит в Турцию, у него же там материал и так далее. Я буду отставить, сказал он. И действительно, он работал все время с депутатским корпусом, и постепенно обретали мы поклонников, сторонников. Спустя 11 лет после рождения этой большой мечты, городской совет Севастополя единогласно проголосовал за установку памятника Екатерине Второй. Шел уже 2007 год, и мастер начал напряженнейшую работу. В короткий срок ему предстояло сделать для отливки в бронзе трехметровую фигуру великой императрицы, основательницы Севастополя. Он хотел показать ее такой, какой она прибыла на берега Ахтярской бухты. В статике скульптуры отразить и возраст, и особенности наряда, и, главное, характер не только крупнейшей политической фигуры, но и черты самой обыкновенной женщины, которые скрывались под броней царственности. Он говорит, ты понимаешь, что даже нельзя не учесть, а это хотелось бы не упустить, то, что это был у нее как раз таки и период такой влюбленности и эту всю историю любви. тоже, то есть я ну вот поражалась тому, что вот как он хочет это все-все-все-все-все расширить, историю, да, ее как бы появление, и здесь она, Екатерина, не питерская, не одесская, не киевская, она севастопольская. И решил делать строгой, античной такой, складки в ней, платье это падает ровно, четко, как канилюля колонны. Ну и что касается образа, я очень боялся сразу начинать с портрета. Он обратился в Санкт-Петербург, в Академию художеств с просьбой прислать весь материал по Екатерине II. Фото всех существующих живописных портретов и мраморных бюстов, чижу выслали все, что имелось в Академии. Но он смотрел и говорил, нет, это не она. И это не она. И это. Мастер не видел лица именно своей, севастопольской Екатерины. Как он говорил, что у него это родилось буквально за несколько ночей. он увидел образ вот во сне. Видимо, напряжение эмоциональное настолько высоко, что оно как-то вот взрывается, выстреливает, как-то лепил ее. И, видимо, когда уже портрет, он увидел у себя в голове портрет, но как-то с благодарностью ой, говорил Катюша. Ей. Что ей, демон, позволило увидеть. И это был момент истины. Тот самый, о котором много лет назад в мастерской скульптора однажды сказал Геннадий Черкашин. Он поднял тост за союз России и Чижа. И эти слова ближайшего друга мастера оказались пророческими. Чтобы все твои бабы, которые вокруг тебя существуют, чтобы все эти женщины тебя сохранили. Для России, для другой женщины, она тоже, между прочим, хотел бы иметь с тобой роман очень долгий. Правда? Этот брак России с Чижом, мне кажется, очень хорошая вещь. Сейчас модель Екатерины переводится в гипс. Затем гипсовая модель будет еще раз формоваться, то есть процесс пройдет уже в формы, которые примут на себя металл. Вы видите, что скульптура разделена на такие сегменты. Вот остался только портрет. Сегодня будет голова залита. Завтра, возможно, уже будет головка отливаться. Мне, как автору, уже почти здесь делать нечего. Только зачисточки какие-то делать, аккуратно подводить. Все. Но венец своего творчества мастеру пришлось нести через тернии. Севастополь тогда был украинской территорией. И против памятника российской императрицы, основательницы севастопольской крепости, ополчились все сведомые города. Украинские партии и общественные организации устроили небывалый шабаш. Писались гадкие статейки и письма к президенту Ющенко с требованием запретить установку памятника. Установка памятника Катерине на юге Крыма это спланированная акция определенными политическими силами, которые нацелены на дестабилизацию ситуации. Вчера на заседании просветы было принято открытого листа до президента Украины Виктора Ющенко, чтобы он заявил свое бачение этого вопроса и чтобы он вжил заходы, защищая наши конституционные права и интересы громады, и чтобы этого памятника не было. И началась же правля. Ведь его на самом деле и вот эти вот звонки с угрозами. По ночам. Это было какие-то подтелефонные звонки с угрозами, да. Звонили домой. Какие-то появились статьи в газетах и его костыляли. Ну, в общем, вокруг как бы вот это вот шоколье бродило, активизировалось. Бендеровцами просто угрожали не на шутку, не на шутку. И сюда приходили. Было такое, да. И папа мало об этом говорил, но вот видно было, что таял, буквально таял. Мы с Яночкой каждый день созваниваемся, каждый вечер. Это у нас как подведение итога дня. И я говорила, Яна тает на глазах. Я не знаю, что делать. Работал при этом с утра до вечера. Я его привозила сюда утром в мастерскую, вечером я его забирала. И вот в середине весны 2008 года тяжело груженная фура доставила в город первые части сложного гранитного основания памятника формой напоминающего Екатерининскую милю. Особый знак, который Потемкин распорядился устанавливать через каждые 10 верст на пути императрицы в Крым и Севастополь. По частям она отлита и вот идут сварочные работы сейчас. Его сварят, зачистят, уже вместе с автором там протеканят, по тенировку сделают, это так называемая химическая покраска. То есть возбудить поверхность бронзы, чтобы она окислилась быстрее и ровно. Вот такие задачи. Это все делается в Симферополе, потому что там отливка была. Мы должны оттуда привезти, уже ее совершенно готовы поднять, поставить и укрепить. Он очень ждал этого дня. Таяли силы, он понимал, что делает последние шаги на пути к своей вершине. Понимал, что эти шаги нужно обязательно сделать, одолеть ставшие совсем крутыми ступени. Он уходил, но уходил триумфально. Это был ошеломляющий, красивый и достойнейший финал жизни мастера. Он знал, его мечта воплощена, она уже живет, еще даже не установленная на пьедестал. Он понимал, да, он не успевает, не дойдет, не добежит, не дотянется, не успеет. Но город и его люди уже взяли эту воплощенную мечту в свои ладони. Они, горожане, уже держат ее бережно и трепетно. Они не дадут ее в обиду, они сделают все так, как нужно. С достоинством, любовью и полным осознанием чувства собственной правоты и веры в историческую правду. Предпоследний, по-моему, день. Взял ее за руку, посадил. Я только от него ушла, Яночка пришла, мы так меняли друг друга, когда он в больнице был. Посадил и говорит, ну все, слушай. Пристал. Стал рассказывать, как надо Катю ставить. Он как наговаривал, запомни, ты должна сделать вот это, вот это, вот это. Если не получится установить там, где вот мы хотим, там, где было запланировано, вы будете пробивать другое место. Вы должны поставить это на сухую подушку, но есть технологии. То есть он не надиктовал. Папа, поспи, тебе надо поспать, ты неважно себя чувствуешь. Нет, ты слушай. И давай я тебя почитаю. Там какой-то, я помню, какой-то морской сборник, что-то собиралась. Нет, нет, нет. И я видела, что он уже закрывает как бы глаза и видимо ослаб очень сильно, да. Но в то же время и просил, подними мне подушку, подними меня, подними, слушай, 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 слушай. А это вот так врезалось в память, что и вот через полсуток, можно сказать, его не стало. Он не дожил до открытия Екатерины совсем немного. 22 мая 2008 года душа мастера Чижа заняла свое место в сияющей стене хранящей белый город. Двое суток обычные севастопольцы охраняли площадку, на которой монтировали памятник Екатерине Великой. Горожане и депутаты городского совета не подпустили к месту ни технику МЧС, ни кран, присланный администрацией города для снятия с постамента фигуры императрицы и разборки основания. Люди выгнали с площадки и судебных приставов, прибывших с каким-то невнятным документом в руках. Есть решение хозяйственного суда от 5 июня. Решение суда, которое запрещает строительство данного памятника. Что вы будете делать? Будете милицию вызывать? Будут вызывать. Будете вызывать? Есть решение суда. Покажите исполнительный лист. У меня упало сужу немедленного исполнения. Уважаемые товарищи, представитель исполнительной службы лжет. У нее нет исполнительного листа. Решение председатель исполнительной службы отказался представить исполнительный лист. ее действия незаконные. Ее действия незаконные. Обеспечение мер немедленных. Там не требуется исполнительный лист. У вас нет исполнительного листа. Освободите территорию. Вы лжете. Вы лжете. Отойдите. Не мешайте людям работать. Отойдите. Памятник ставился тяжело, трудно. Я хочу поблагодарить Севастопольсов. Но тут пришлось две ночи ночевать. Дело конечно не в памяти. Дело в том, что все-таки сегодня есть определенное настроение, определенные части руководителей переписать ту историю, которая у нас реально есть. В этом проблема. Вот когда мы сегодня устанавливаем этот памятник, мы говорим, это страница нашей истории. Она кому-то нравится, кому-то не нравится, но Екатерина II оставала этот город, в котором мы с вами живем. И если мы будем каждую нашу страницу истории помнить и знать, я уверен, что у славного города, в котором мы с вами живем, будет славное и великое будущее. С праздником! 14 июня 2008 года мастер Чиж из бескрайней утренней синевы севастопольского неба увидел свою последнюю работу величественную Екатерину основательницу города-крепости над Черным морем. Счастье! Ощущение счастья! Наконец-то Екатерина заняла свое место. Счастье, что исполнилась мечта отца, что его проект воплотился в жизнь. Ощущение счастья! За эти дни наверное подтвердились вот те слова, что нас даже третья оборона не будет страшить. Такого противостояния мы давным-давно не видели. Мы просто всем низко кланимся. Молодцы, ребята! Все стойко стояли, все стойко держались благодаря Екатерине и ради Екатерины. Замечательный памятник, замечательная работа! Ну как здорово свершилась! Наконец-то свершилась! Переполнена душа и сердце! Я рада! И искренне рада! Это гордость наша, это должно было быть! Память Станислава Александровича, я считаю, это честью! Памятник должен быть! И посмотрите, сколько сегодня пришло! Ведь воскресенье, 7 часов утра, а все здесь! В маршрутку сесть было невозможно! И вот уже судьба просто повернулась, все собралось тому, видно от великих стараний всех и меня тоже, и меня тоже и сделалось, и отлили, и сделали гранит, и все, и стоит память, и будет стоять, нас не будет, детей не будет, детей наших не будет, люди будут помнить! Когда идет переучет последних зим и лет, не важно, кто пирог спечет и кто посмотрит вслед, и не признание и почет утешат душу, нет, а что поставится в зачет, когда погасит свет! Стас, пусть это будет весной, и я первый, и я первый, твой поженян! Это все очень тяжело, а если, так сказать, к этому относиться шире, и так, философски думая об этом, то нужно каждому, заглянуть в себя, планы, которые он хочет осуществить аж в конце жизни, и он будет аж хорошим, и аж много сделает, наверное, не получится. Надо, наверное, так жить, чтобы, а каждого из нас может, вот так, касая, преследовать, и в любой момент, тут, и, наверное, надо так, чтобы, если уж случится это, каждый из нас перед Богом ответил, каким он был, и что он сделал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok